Всем привет, добро пожаловать на канал. Давайте сегодня поговорим о том, почему сицилийцы не итальянцы. Есть остров в Средиземном море, Сицилия. Довольно большой, как известно. Издавна на нем живет народ сицилийцев. В общем-то, официально сицилийцы являются итальянцами, точнее, неким субэтносом итальянцев. Эти отношения между ними можно сравнить как отношения русских со своими поморами, казаками, старообрядцами, ну и так далее. Те, другие, третьи являются русскими, но со своими этническими особенностями. Однако, в отличие от них, сицилийцы обладают еще большим этнически отличающим самосознание. Более того, они говорят на сицилийском языке, который официально признан отдельным языком, а вовсе не каким-то там итальянским диалектом. И вот как раз этот лингвистический момент первое доказательство того, что сицилийцы это отдельный народ, на мой взгляд. Чего не скажешь про казаков, поморов и старообрядцах, говорящих на русском. Дело в том, что сицилийский язык, хотя и родственник итальянского, но образовался немного другим путем. Итальянский был создан на основе народной латыни, а сицилийский на основе уже сформированного средневекового итальянского, когда итальянцы отвоевали Сицилию и будущие южно-итальянские земли у византийцев и арабов. В древние времена Сицилия была заселена сиканами, сикулами и элимами, которые к древним римлянам и современным итальянцам не имели отношения. Сиканы так вообще были не индоевропейцы даже. Позже сюда пришли финикийцы, то есть семитские племена. Потом древние греки и только потом Сицилию завоевали древние римляне, сделав ее своей провинцией. Однако в средние века здесь побывали еще и остготы, потом византийцы, затем арабы и, наконец, норманы. Жуткое языковое и этническое смешение. Коктейли из-за неведомых автохтонов, семитов, германцев, романцев. Естественно, все эти народы существенно повлияли на местное население, в результате чего и сложился уникальный народ сицилийцев. Сейчас в мире насчитывается около 15 миллионов сицилийцев. Причем на самом острове живет около 5 миллионов человек. Зато в два раза больше в США. В основном это иммигранты, приехавшие в Америку в середине 20 века. Точнее, теперь уже их потомки. Однако многие из них говорят не только по-английски, но и по-итальянски, и по-сицилийски до сих пор. В семьях этого народа традиции очень чтутся. К сожалению, сицилийский язык считается угасающим. На нем все меньше и меньше народу говорит. На Сицилии постепенно переходит на стандартный итальянский. А в Америке на английский и на тот же итальянский опять. И на лексику, и на фонетику сицилийского языка сильно повлияли арабский, греческий и нормандский. Оно и понятно, эти народы там веками сидели в качестве завоевателей. Ко всему прочему, нет никакой официальной организации, которая бы регулировала сицилийский язык. То есть выработала бы какие-то правила современного литературного языка. Если говорить о внешности, то многие сицилийцы похожи на греков и даже арабов. Роста среднего худощавые. При этом нередко здесь можно встретить весьма светловолосых людей. В том числе даже голубоглазых. Это явные потомки норманов. Их отличает к тому же широкая кость. Вот такая вот сегодня была интересная тема. Если понравилось вам, обязательно лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Это очень важно. Также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. И обязательно в комментариях пишите ваше мнение по рассмотренной теме. Всем пока!